Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра! Здравствуйте! Снова с вами на связи Валерий Иванов. И сегодня я хочу поговорить о том, что она делала так много шума. Хотя, по большому счету, проблемы большой я не вижу. Итак, что произошло? Компания сегодня вдруг неожиданно заявила о том, что больше нельзя работать с одного IP-адреса, имея несколько аккаунтов. На самом деле, я хочу внести некоторые пояснения. Ничего страшного не произошло, кроме тех выпиющих случаев, которые творили некоторые из наших так называемых партнеров, которых уже удалили, я считаю, правильно это сделали. Что делали люди? Открывали по 15-20 аккаунтов на одно фамилию, на одно имя. И не просто ставили объявление, а ставили одно объявление, копировали эту ссылку и раскидывали эту ссылку на все свои 15-20 аккаунтов. То есть, я считаю, это просто недопустимая работа. Это не работа, это просто мошенничество по отношению к компании. Ребят, вы что творите-то? Компания дала нам возможность зайти на бесплатный аккаунт, не внося ни копейки, достаточно быстро выйти на какой-то доход. Дает нам пакеты стоимостью 150 долларов, и кому-то приходит в голову здесь еще мошенничать. Есть такая, я очень люблю русские поговорки, у меня даже есть книга, я иногда почитываю русские поговорки и пословицы. Так вот, известная поговорка говорит, от добра добра не ищут. Это кончится все очень плохо. Этих людей, конечно же, удалили, блокировали. Виктор Ривел сегодня был, ну, реально просто в шоке от того, что люди могут так, я считаю, бессовестно абсолютно поступать по отношению к компании, которая дает нам такие прекрасные возможности для заработка. Если вы работаете честно, а это является главным условием, если вы пришли просто кого-то обмануть, обокрасть, то я думаю, что вам с нами не по пути. Если вы работаете честно, компания честных партнеров никогда не трогает, а наоборот поощряет и всячески помогает. Руководство прекрасно понимает, что люди работают семьями, заходят семьями, и что почти у всех сейчас уже имеется Wi-Fi роутеры и IP-адрес общий на одну семью, а в семье может быть и 2, и 3, и 4 человека, и несколько аккаунтов. Ничего страшного в этом нет. Как раз таки речь шла о мошенничестве. Более того, если вы зарегистрировались до сегодняшнего дня, там вчера, позавчера или еще раньше, то вас это не коснется, если вы ведете честную работу по отношению к компании. Если регистрация проходит сегодня, то общие правила, которые были раньше, всегда, они остались. Я просто по опыту знаю, что все компании требуют регистрации с разных IP-адресов и, разумеется, на разные фамилии и на разные физические адреса проживания. Потому что, когда дело касается больших денег, обычно компании требуют предоставить какие-то документы верификации личности. Это нормальное явление. Речь идет о деньгах, чтобы не плодить пустышек или вообще непонятно кого компания требует. Это нормальная ситуация. Все так работают. Поэтому изначально, когда я регистрировался, я регистрировался с разных IP-адресов, разумеется, на разные фамилии, у меня два аккаунта. Я считаю, мне больше не надо. Мне бы найти время и силы, чтобы продвинуть мои два аккаунта так, как я это хочу. Построить ту структуру, которую хочу. Повладить 15-20 аккаунтов. Но я не вижу никакого смысла совершенно. Мы работаем, один аккаунт мой, один аккаунт жены. И прекрасно с этим справляемся. Растет структура просто как на дрожжах. Проект интересный, люди охотно сюда идут. Если изначально компания разрешала регистрироваться с одного IP, с одного компьютера, работать с семьей, то я не думаю, что большие какие-то изменения нас ждут. Но в любом случае я регистрировался, вот так, как я вам сказал, с разных IP-адресов и разные фамилии, разный адрес проживания. Просто есть опыт работы в интернете. Еще несколько слов хотелось бы сказать о регистрации на русском языке. Ну, я сегодня был просто сам удивлен. Мне в голову не могло прийти регистрироваться в американском проекте, используя русский алфавит. Ну, если вы не знаете, как это делается, огромное количество учебных видео есть о том, как правильно зарегистрироваться в проекте. Если у вас сайт полностью весь на английском языке, то как может прийти в голову, писать свои логины фамилии, имя, адрес проживания русскими буквами. Ведь совершенно разные кодировки, и сервер, он не понимает русского языка, и что там вообще нацарапано. Отсюда возникают проблемы, не поступает во время деньги, невозможно увидеть структуру или еще что-нибудь. И вполне разумно, что на некоторые аккаунты компания потребовала сейчас верификационные данные в виде копии паспорта или еще каких-то документов, просто чтобы понять, а кто это вообще был. Потому что то, что сейчас пытается прочитать сервер в виде вашей имена и фамилии в русской кодировке, попробуйте сменить кодировку, напишите что-нибудь хоть в Word, хоть в любом редакторе, а потом поменяйте кодировку, вы увидите, что это просто набор символов. И то, что компания затребовала паспорта, прошу понять, что вы на самом деле вы это или вообще не вы. Так что ничего криминального, ничего какого-то необыкновенного здесь не произошло. Компания хочет навести порядок, пока еще у нас всего лишь 50-60 тысяч человек. А что будет, когда будет 500-600 тысяч человек? Чтобы не было бардака, чтобы был порядок, тем более, что все связано с деньгами. У некоторых из партнеров потребовали предоставить копии документов. Так что бояться ничего не надо, никто никому руки не выламывает и условия работы не меняет. Все в порядке. И теперь давайте поговорим насчет IP-адресов, насчет дальнейшей работы. Люди путаются, мучаются и не понимают, что происходит. Я нашел вот такую интересную картинку. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь у нас, вы видите, Ethernet кабель в квартиру. Это тот кабель от вашего провайдера, который заходит в вашу квартиру и который подключается к вашему роутеру. Если у вас имеется роутер, вот здесь два варианта, смотрите внимательно. Если у вас имеется роутер, то IP-адрес хранится или генерируется именно вот на этом роутере. Неважно, какое количество компьютеров у вас подключено. Вот у вас может быть и компьютер, и телевизор, и мультимедиа-проигрыватель, и ноутбук по Wi-Fi, и кабельное соединение. Хоть 100, ну максимум 256 компьютеров может быть подключено к одному роутеру. Так вот, если их подключено сколько угодно, этих компьютеров, у них у всех будет один IP-адрес, потому что IP-адрес формируется на вашем роутере. Как изменить IP-адрес? Очень просто. Выключите роутер из розетки, именно выключите на 2-3 минуты, именно из розетки. Подождите 2-3 минуты и снова подайте на роутер питания. Чтобы наверняка действовать, вот смотрите, есть такой сайт, называется toip.ru. Отличный сайт. Как только вы его загружаете, у вас появляется ваш IP-адрес. Учтите, это внешний IP-адрес, то есть IP-адрес вашего роутера. Все компьютеры, которые подключаются к вашему роутеру, имеют внутренний IP-адрес. Этот IP-адрес генерирует ваш роутер для того, чтобы идентифицировать все ваши подключаемые устройства. Не важно, как они к роутеру подключаются, по кабелю, либо это Wi-Fi соединение. Начинается оно обычно с адреса 192.168. И дальше идет, может быть, 0. И дальше 101.102.103. Ну, не важно как. Это внутренние IP-адреса. Будем считать для упрощенности схемы, что система их не видит. Хотя многие системы видят не только внешний IP-адрес, но еще и внутренний IP-адрес вашего роутера. Так вот, подключились, вышли на этот сайт, toip.ru, посмотрели, запомните ваш адрес, запишите его, для интереса просто. Потом выдерните роутер из розетки, отключите питание, через 2-3 минуты включите, дождитесь, пока у вас снова загрузится роутер и появится соединение с интернетом. И снова зайдите на этот адрес или просто нажмите кнопочку F5, чтобы обновить страничку, либо просто обновить страничку. И вы увидите, что ваш IP-адрес сменился, он у вас будет другой. Все. Для системы, для сайта вы выглядите как совершенно другой человек. Единственное, что, ну, для чистоты эксперимента такое правило есть. Один аккаунт, один браузер. Вот и все. Если у вас 2 аккаунта, заведите 2 браузера. Ну, в конце концов, если компания разрешает на сегодняшний день работать до 3 аккаунтов на 1 IP-адрес, значит, вы можете 3 аккаунта запускать в одном браузере. После этого вы можете перезагрузить роутер. И следующие ваши 3 аккаунта, если они у вас имеются, открыть в другом браузере и спокойно работать. Если такая ситуация у вас есть. Хотя, честно скажу, я не очень понимаю, зачем нужно иметь десятки аккаунтов. Мне интереснее иметь 2, там, ну, у меня вот 2 аккаунта, мне больше не надо, и продвигать именно эти 2 аккаунта и зарабатывать на построении структуры, чем сидеть, страдуночек, кликать объявления. Хотя, при такой простоте подачи объявлений, как можно было полениться и просто тупо копировать ссылку одного объявления и раскидывать по всем 20 аккаунтам. Я вообще в голове не укладывается такое. Дальше. Вариант номер 2. У вас кабель подходит от вашего провайдера и прямо подключается к вашему компьютеру. Нет у вас никакого Wi-Fi роутера, нет у вас Wi-Fi интернета. Тогда просто перезагрузите ваш компьютер и все. и ваш адрес IP-адрес обновится. Ничего сложного в этом нет. Сейчас то, что я вам рассказываю, я не пытаюсь вам предоставить какие-то пути обмана компании. Нет ни в коем случае. Если компания разрешает 3-4 аккаунта иметь, пожалуйста, работайте. Но вдруг получилось так, что у вас больше, у вас не 4, у вас 5 аккаунтов или 6 аккаунтов и вы работаете уже месяц или кто-то может быть работает даже больше месяца. Вот вам, пожалуйста, простое решение. Вы никого не обманываете, вы действуете честно, вы выполняете все требования компании и единственное, еще раз, просто я взываю к вашему разуму, не пытайтесь обмануть компанию, работайте честно и вы заработаете здесь достаточное количество денег. Вот, пожалуй, все, что я хотел. С вами был Валерий Иванов. Всего хорошего, обильного денежного потока вам. Пока. Материал оказался полезным и интересным. Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю. Валерий Иванов